Одна винодельня сменяет другую, мы опять куда-то пришли. Куалу зову. Он пошевелил ушком. Я никогда не видел в жизни столько попугаев. Просто гигантская детская площадка, тарзанка, метров сто, я вообще никогда такую длинную не видел. Да, тут все сгорело. Везде черная земля, везде засохшие деревья, сгоревшие. Гараж, который полностью наполнен машинами. В 2019 году Австралия пережила одну из самых сильных засух за последние десятилетия. Кроме того, в декабре установилась крайне жаркая погода. Огненный сезон начался еще в июле, но пожары не утихают из-за засушливой погоды и сильных ветров. Большие площади в стране занимает буш, это заросли кустарника и низкорослых деревьев. Поэтому пожары в Австралии, строго говоря, не лесные, а бушевые. Ситуация усугубляется тем, что сами по себе пожары в Буше также напрямую влияют на климат. Например, они вызывают грозы, а значит увеличивается риск ударов молнии, из-за которых возникают все новые и новые очаги пожаров. По всей стране в огне погибли 24 человека, в том числе несколько пожарных добровольцев. Большинство возгораний возникает по естественным причинам. Например, от ударов молнии в сезон засухи. При этом, по данным полиции, попадаются даже поджигатели. Здесь вообще непонятно, что движет этими людьми. Для борьбы с пожарами сразу несколько штатов ввели чрезвычайное положение. А США, Канада и Новой Зеландии отправили своих пожарных на помощь австралийским. Кроме того, правительство Австралии активно использует армию для эвакуации, поиска и спасения граждан, расчистки территорий после пожаров и доставки продовольствия в города, пострадавшие от огня. Самые сильные пожары в Южной Австралии бушевали на острове Кенгуру, который расположен к юго-западу от Аделаиды. Там выгорело примерно треть острова, а на тот момент, когда я там был, в огне погибло два человека. Помимо прочего, на острове Кенгуру сгорел роскошный пятизвездочный отель. Музыка Музыка Да, тут все сгорело. Сгорели деревья, поля. Музыка Музыка Да, здесь вообще все сгорело. При этом вот это дерево настолько сгорело, что само упало, оно не распилено. Вот еще одно это стоит и остатки от домов. Здесь так вот хорошо видно, что кому-то повезло, а у кого-то все сгорело. Остались только металлические листы с крыши и камин. Музыка 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 Вот здесь особенно обидно, потому что, судя по всему, здесь был или какой-то музей, или просто был коллекционер. Потому что тут гараж, который полностью наполнен машинами. И они очень понимают по этим остаткам, что это были за машины, насколько они были ценные, но тут прямо очень много автомобилей, и ничего не осталось. И это находилось прямо вот около самой дороги, видите, тут двигатели, то есть может это была мастерская, поскольку тут везде винодельня. Здесь, видимо, был склад с еще пустыми бутылками, вот они здесь просто так вот развалились. Кто разбирается в машинах, напишите, что это такое. Это старый Ягуар, здесь написано на дисках, и тут еще остался значок. Особенно обидно, потому что это прямо около дороги, то есть можно было вывести всю эту технику, можно было, наверное, спасти, но вот что-то у хозяина, видно, не получилось. Я уже не раз снимал ролики с советами для самостоятельных путешественников, но обычно они касаются передвижений и выбора локаций. Если вас больше интересуют варианты сэкономить, то тут есть две главные рекомендации. Во-первых, копить авиационные мили, их можно зарабатывать при оформлении партнерских банковских карт и при покупке билетов. И во-вторых, прежде чем забронировать отель, сравните цены в нескольких разных агрегаторах. Часто бывает такое, что кто-то устраивает скидки или что у кого-то есть дополнительные программы лояльности, с которыми ваше бронирование получится дешевле. И еще один лайфхак. Пользоваться кэшбэк-сервисами. Лично я зарегистрирован в Letyshops, но как назло постоянно об этом забываю. Недавно я ездил в Австралию и потратил довольно много денег. Ну, например, только билеты стоили почти 278 тысяч рублей, а отели 56 с половиной тысяч рублей. Давайте для примера посмотрим, сколько денег я мог бы сэкономить. За билеты Letyshops мог бы вернуть мне около двух тысяч рублей, а за брони отелей 1850 рублей. Очень неплохо, в общем, поэтому не будьте как я и не забывайте про кэшбэк. У Letyshops, кстати, даже специальное расширение для браузера есть. Если вы заходите на страницу магазина, то оно сразу показывает вам размер кэшбэка и дает кнопку, по которой его можно активировать. Это работает более чем с тысячи разных магазинов, от Алиэкспресса до МВидео, так что можно экономить не только на путешествиях, а вообще на любых онлайн-покупках. Расскажите в комментариях про то, как вы отбиваете стоимость своих путешествий, и для самого изобретательного зрителя Letyshops подготовит поощрительный приз. А для тех, кто только собирается начать экономить на поездках и покупках, ссылочка на Letyshops будет в описании к ролику. Обязательно регистрируйтесь! Винодельня Penfolds основана в 1844 году. Одна из самых известных австралийских виноделин делают ширазик. У них тут все для туристов. Туристы приезжают прямо на автобусах. Вот есть логотип, можно сфотографироваться. Винодельня, там внутри как музей должен быть. Поскольку у нас тут главный турист это китаец, вот сразу в такой вот стилизованной китайской упаковочке. Такой вот ширазик. Это что такое? Смотри. Это как лимонад. Каберне Савиньон. Лимитед Эдишн. Это такая бутылка. Слушай, охренеть, да? Представляешь, такую ставишь и наливаешь. О, вон бутылка нормальная. Так, это еще какой-то ширазик. Вот классная, да, такая бутылочка. Да, здесь дегустации у них проходят. Можно купить себе книгу с фотографиями за 850 долларов. Все-таки эти виноделы сумасшедшие. А еще шрифт сделали покрупнее. Потому что купить книгу за 850 долларов может только старенький алкаш. А у них уже зрение не очень. И они сделали такой шрифт специально, кому 90+. В общем, клиентоориентированность. Здесь такие вот красивые комнатки, куда дорога закрыта. За 120 местных долларов можно 6. 6 вин из какой-то вот лакшерины. Вот у них есть прайс-лист. Есть вины, которые только здесь продаются, и они их не экспортируют. О, у них даже кофе есть. Таких вот. 15 долларов за 250 грамм пакетик. И кафе. Обратите внимание, что здесь персонал. Практически половину китайцев. И вот винодельня. Старая винодельня. Можно даже тут походить, пока нас не выгнали. Да, очень круто. Прям, видите, старый завод у них. Вообще, винный туризм. Классная тема. Я во многих странах был на винодельнях. И в Молдавии. В Аргентине. В Новой Зеландии. В Америке. Да где только не был. И везде это выглядит примерно одинаково. То есть, вы ездите по винодельням. Вы приезжаете. Можно выпить. Везде есть какие-то такие тестинг истории. То есть, когда вам дегустационный. Понемножку там по 30 миллилитров наливают разного вина. Про него рассказывают. Что интересно. Вот вино. Даже если вы приедете в такую самую. Ну такую средненькую. Не очень хорошего уровня винодельня. Когда вы пробуете это на месте. Вино кажется всегда каким-то вау. Интересным. Потому что. Почему? Потому что важен не только вкус. Важна атмосфера, где вы пробуете это вино. Когда это все происходит в антураже. От какой-то старой винодельни. Когда вам там все рассказывают. Все это в каком-то красивом интерьере. Вот это само настроение. Которое создается. Оно естественно делает продукт ярче и интереснее. Вы влюбляетесь в это вино. Это мне кажется лучшая реклама. Которая продает потом вино. Единственная проблема конечно. Что до всех этих виноделин. Добираться комфортно. Можно только на машине. А когда ты за рулем. Пить нельзя. В некоторых странах на это закрывают глаза. Например в Америке никого не смущает. Если вы приехали на своей машине. И пропьете вино. При этом все понимают. Что потом сядете за руль и поедете. Никто вам слова не скажет. Вообще всем нормально. Если вы стоите на ногах. Но лучше конечно брать. Какой-нибудь тур с водителем. Брать красивую машину. Какой-нибудь классный кабриолет. С водителем. И ездить по разным винодельням. И потихонечку. Пробовать. Дегустировать. Напиваться. Особенно это хорошо в шумной компании. И вот здесь мемориальная табличка. Основана в 1844 году. Какой-то камень. И покрыт был штукатуркой. На которой был разлинован. Разлинован такой кирпич. Бетонная история. Которая уже отваливается. Непонятно это специально. Был такой стиль. То есть сейчас получилось. Штукатурка отваливается. И обнажает камни. Каких-то невероятных оттенков. Эти камни мягкие. Но выглядит. Смотрите как интересно. И вот здесь вид на винограднички. Одна винодельня сменяет другую. Мы опять куда-то пришли. Что-то вот такое модненькое. Вот у них прямо за стеклом видно производство. Какие-то вот комнаты. Но кормить они не хотят. Странно. Ни на одной винодельне нет еды. Хотя у всех есть рестораны. Ну и почти на каждой винодельне есть зарядка для Теслы. То есть видимо на Тесле здесь совсем комфортно путешествовать. Правда она уже паутиной вся покрылась. Не часто ей пользуются. Но тем не менее две зарядки для Теслы у них есть. И еще одна винодельня. Якобскриг. Значит они предусмотрительно сделали себе перевод на китайский всего. И вот так вот выглядит у них вход. Китайские не зря если не переводили. Потому что здесь полно китайских туристов. Которых ловко подпухивают. Потому что им налили. А здесь есть точка для фотосессии. То есть можно научиться отличать разные сорта винограда. Каберне-савиньон. Мерло. Гренаж. Все по-китайски. Это я не знаю как. Я вообще первый раз такое вижу. Мур. Мур ведра. Макаро. Так. Ну темпронилия. Это понятно. Знаем. В общем винодельни выглядят во всем мире примерно одинаково. Стоит домик. Какой-нибудь красивый. Где есть магазинчик. Дегустация. А вокруг виноградники. Ну вот они специально сделали так красиво. С газончиком. Образцы с разной лозой. Чтобы можно было пофотографироваться здесь прямо с комфортом. То есть Пекин есть у них. А Москвы нет. Рио-де-Жанейро. Нью-Йорк 17. Париж 16. Токио почти 9. Шанхай. Торонто 16. Все здесь закрывается в 5 часов. В принципе так же как и в Америке. Когда вот мы по Калифорнии катались по винодельням. Тоже не поесть, не посмотреть. После обеда все закрывается. Поэтому надо с утра пораньше выезжать на дегустации. Что самое интересное. Если посмотреть сайты всех этих виноделин. Там обязательно будут фотографии на закате. Как все сидят и на закате дегустируют вино. Так вот хрен вам. На закате все закрыто. Это обман и вот заблуждение потребителей. Сейчас поедем на австралийский пляж. Что такое австралийский пляж? Это песок. И все приезжают на пляж на машинах. Поставляют себе палатки, зонтики. Достают пиво и купаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приехали в парк. Который находится прямо рядом с городом. Называется Мариальта парк. Здесь есть водопады. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот здесь прямо на дорожке есть такая штука. Где можно почистить ботинки. Видимо во время дождя это актуально. Здесь такая вот щеночка. И вот так вот здесь сделана навигация. У всех треков есть цветовая индикация. И вот на тропинках стоят такие столбы. Вот такая здесь красивая тропа. И, судя по описанию этого парка, где-то здесь на деревьях должны быть коалы в своей естественной среде обитания. Но такая жара, что коалы, по-моему, все спрятались. Интересно, как звать коал? Как ты? Кыс-кыс это котик, а? Белку стуком орешка. А на что выманить коалу? Музыка Наконец-таки дикие тропы. Если не карта, такую тропу не найдешь. Ну, слушай, мы здесь можем найти коалу. Возможно, коалы где-то здесь прячутся. Кстати, это может быть какашка в коалу. Куалу зову. Ну, не, ну, хочется шумить коалу. Да нет, хочется. Они где, на эвкалиптах? Ну да, они должны на веточках спать. Итак, почти полтора часа поисков увенчались успехом. Только что я нашел коалу. Куала, он, это мужской урод, оказывается. В общем, коала спал на дереве, что и полагается коалам. Куалочка! Куала по машинам лапкой. У-у-у-у! Видишь, мы не подготовились, мы не знаем звуки, какие издает коала. Куала издает звук. Пошли нахер. Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахер. Куалы населяют эвкалиптовые леса и почти всю жизнь проводят в кронах этих деревьев. Днем коалочка спит, устроившись на ветке или в развилках ветвей. Даже если коала не спит, она обычно часами сидит совершенно неподвижно. Куала неподвижен 16-18 часов в сутки, прямо как некоторые люди. Медлительность коалы связана с особенностями его питания. Он приспособился питаться почти исключительно побегами и листьями эвкалипта, которые волокнистые и содержат мало белка, зато содержат много фенольных и терпеновых соединений, ядовитых для большинства животных. По земле он передвигается не очень хорошо и поэтому спускается вниз только для перехода на новое дерево, до которого не может допрыгнуть. А еще коалы умеют плавать. А еще коала не пьет, потому что всю влагу он получает из эвкалиптовых листьев. Так, мы нашли еще одного коалу. Он обнял веточку, положил себе под попку веточку и спит, не обращая никакого внимания на туристов. Он очень милый, у него такие милые лапки, ножки, белые щечки, ушки. Он пошевелил ушком, он пошевелил ушком. Это водопад, к которому мы так долго шли. Единственная проблема, что водопад не работает сегодня. Сегодня водопады выходной, ввиду того, что лето, река пересохла. И только какое-то вот болото такое, лужица, вот там внизу. Вот и все, не самое лучшее время для посещения подобных парков. Я ехал по дороге, а здесь деревья все в белых птицах. Оказывается, это огромные белые попугаи. Их здесь очень много. Вот они все кричат. Попугаями все деревья усыпаны, они на поле, и они что-то копают в земле. Я так понимаю, каких-то жуков или еще чего-то они там ищут в земле. Я никогда не видел в жизни столько попугаев. Вот смотрите, все поле, и вот до горизонта их там целые стаи. Сейчас я побегу. Смотрите, сколько. Мне кажется, я сейчас выгляжу так, как если бы кто-то приехал в Москву и начал бегать за воробьями или за голубями и снимать их. Вау, голуби, как это здорово! Местные думают, ну попугаи, подумаешь, целое дерево в огромных гигантских попугаев. Кто их не видел? А это розовые попугаи, вот это розовые летят, розовые очень красивые. Здесь какая-то порода серых, а есть такие красно-розовые, они еще больше. Сегодня получается какой-то день с животными. А еще видел кенгуру, но я не успел ее снять на камеру, потому что там было два кенгуру, и они очень быстро ускакали. Я сейчас приехал на берег моря, здесь огромная детская площадка. Дует сильный ветер, я надеюсь, звук от этого не будет хуже. Просто гигантская детская площадка, она бесплатная. Здесь такое неплохое интересное оборудование. Тут насыпали холм с камнями, и на этом холме такие вот высоченные горки. Ну понятно, что строили это давно, уже так все немножечко устарело, но тем не менее. Здесь даже есть такой для детей лабиринт. Как на нее забраться? Я, видимо, забрался каким-то неправильным путем на нее, потому что вот здесь еще одна горка. Вот здесь разные горки. Вот такая, вот такая. Всего раз, два, три, четыре, всего пять огромных горок с этой башни, с этой горы. Это самая большая, и здесь еще всякие вот горочки поменьше. Вот разные зоны есть, совсем для маленьких или для тех, кто постарше. И вот на другой стороне там тоже стоит такой, как замок, и с этого замка тоже разные горки. Зона с песком, вращающаяся паутина, ну и такая вот типовая конструкция. Ее часто можно увидеть в Европе. В России такую подделку делают какие-то ребята, не помню, как они называются. А изначально, по-моему, и немцы придумали эту конструкцию. Такая штука с сетками, по которым можно там карабкаться, и в конце это заканчивается такой резиновой горкой. Вот вторая гора, и тут такой вот замок. И с этого замка уже три разные горки, они поменьше, не такие крутые. Штука совершенно простая, и можно вот в любом городе собрать на заводе, заказать. А все почему, уж нужно приглашать архитектов, чтобы они проектировали детские площадки, а не покупать типовое парахло у Ксил. И в конце у нас стоит пиратский корабль. Я думаю, когда прилив, его может быть даже как-то подтапливает. Вот такой вот накрененный. А сейчас отлив, поэтому пахнет водорослями. Куча птиц слетелись питаться. Тарзанка, лебедка, ну там ты садишься в такое креслице, и метров сто можно ехать. Я вообще никогда такую длинную не видел. Вот. То есть прямо очень-очень длинная, с этой горы метров сто можно катиться. А здесь маленькая, метров пятьдесят. Ну и для комфорта родителей тут есть навес со столами. Есть гриль, можно пожарить мясо. Вода в разных видах. Есть питьевой фонтанчик. Есть вода для наполнения потилок. И помывки ног, если нужно. И есть туалетный дворец. Вот такой вот парк, он полностью бесплатный. Классные горки, хорошее зонирование, очень много разных площадок и зон. Главное, все удобно. Есть вот и туалеты, и вода, и тени, даже барбекю. Надеюсь, когда-нибудь такие детские площадки будут появляться и в России. До свидания.